Ну, здравствуйте, дорогие анатомы! Сегодня мы с вами поговорим о том, как работает ДНК Я надеюсь, что вы уже все выучили, что ДНК это самая важная молекула любого организма которая содержит всю информацию о том, как должен жить, работать и расти определенный организм То есть, у меня своя ДНК, у березы своя ДНК, у бактерий своя ДНК Поэтому все мы разной формы и делаем разные вещи Прежде чем говорить о том, как она работает, эта самая ДНК Мне хочется с вами обсудить простой лист бумаги Вот такой, А4 На этом листе бумаги можно записать разное количество информации Ну, то есть, информация для нас содержится в словах И мы можем здесь напечатать текст разными буквами Поэтому здесь может быть записано разное количество слов, соответственно, разное количество информации Можно, например, напечатать вот такими буквами ДНК это молекула Прекрасно Но все об этом знают Этого маловато Можно напечатать вот такими буквами ДНК это главная молекула живого организма Уже лучше Уже знаем Это для Year 2 или Year 3 вполне подойдет Можно напечатать вот такими буквами ДНК это главная молекула живого организма Которая находится в клеточном ядре И управляет жизнью всей клетки Это уже Year 5 Четвертый год Точнее, четвертый класс Замечательно Можно написать и вот такими буквами ДНК это главная молекула живого организма Которая находится в клеточном ядре И управляет жизнью всей клетки Длина всех 46 молекул ДНК в одной клетке Составляет более 2 метров 2 метра, представляете? А толщина всего 2 нанометра Это 2 миллиардных доли метра 2 нанометров Если бы толщина ДНК была 4 сантиметра То 46 молекул ДНК смогли бы опоясать земной шар Представляете? Если бы увеличить толщину молекул ДНК Вот до такой 4 сантиметра То длина бы их стала такой Что все молекулы одной клетки человека Все молекулы ДНК одной клетки человека Опоясали бы земной шар Очень длинная молекула А можно на самом деле написать и вот таким шрифтом Совсем мелким Здесь уже примерно 2 страницы плотного текста Если написать это буквами Которые можно нормально читать Но если постараться Можно вместо вот таких букв Напечатать буковками Микроскопическими Которые бы можно было читать только под микроскопом И если после этого Разрезать весь этот лист на строчки На отдельные строчки А потом склеить их в одну линию Эта линия была бы длиной несколько километров То есть даже из одного листа Получилась бы довольно длинная полоса Я сделал небольшую модель С немножко более крупными буквами Чтобы это можно было читать Вот кусочек как бы молекулы ДНК На которой нашими понятными нам буквами Написаны какие-то слова Даже предложения Я несколько таких предложений Выделил разным цветом В молекуле ДНК Такие кусочки Отвечающие за определенное выражение Называются генами Гены Ген на самом деле Говоря научным языком Ген определяет Один определенный белок Конкретный белок Протеин Который нужен клетке Для выполнения какого-то действия То есть Протеин, белок Это какое-то действие Которое он выполняет Свою функцию У меня здесь В качестве таких генов Выбрано несколько предложений Вот синий, белый, оранжевый Малиновый, розовый и зеленый Я вам даже их могу прочитать Эти гены Потому что они написаны По-русски Выбросить мусор Понятно Положить белье в стирку Тоже понятно Вот оранжевый Какой-то не очень понятный Взять ложку Набрать ложку жидкости из банки Один Перенести в банку два Не очень понятно Но каждое слово понятно Потом я объясню Малиновый Попрыгать на одной ноге Ха-ха Тоже всем понятно И зеленый Например Съесть кусок курицы Ах Если у вас есть кусок курицы Можно его съесть Прочитав этот ген В молекуле ДНК Эти гены записаны специальным химическим языком Точнее химическими веществами Одна буква Одно химическое вещество И клетка понимает этот язык И знает что когда ей нужно сделать То есть она в каждый момент времени Делает какой-то определенный белок Если у вас все хорошо У вас делаются одни белки Если к вам пришел коронавирус У вас начинают делаться какие-то другие белки И если их достаточно много То клетка сможет сопротивляться этому вирусу Я на примере вот этого куска ДНК Хотел вам показать Что может произойти Внутри клетки Если в текст закрадется опечатка Опечатка это когда вместо одной буквы Каким-то образом случайно Закрадывается другая Ну например Будет тогда не слово Папа А Мапа Папа понятно А Мапа не очень понятно Или Мама Мамр Ой В общем не будем сейчас придумывать Такие опечатки в ДНК Называются специальным словом Мутации Мутации могут быть Размером в одну букву А могут быть в несколько букв А могут быть в целые предложения Когда целые предложения становятся вообще Непонятным Например Попрыгать на одной ноге Если произошла мутация И там теперь написано Попрыгать на одной руке Кто-нибудь из вас сможет попрыгать на одной руке? Сомневаюсь Вы не сможете этого сделать В результате Все остальные действия пойдут тоже неправильно Что-то пошло не так Но я с вами хочу провести небольшой эксперимент Как такая мутация Может привести к непредвиденным и неприятным Чаще всего результатам Попробуем Итак В моей модели ДНК Присутствует вот такой оранжевый кусок На котором написано Взять ложку Набрать ложку жидкости из банки 1 Перенести в банку 2 О! Может быть даже можете прочитать Если все идет нормально ДНК нормальный Никаких мутаций То у нас должен получиться Какой-то понятный результат Если я попробую сделать то Что мне говорит ДНК Я беру ложку Беру банку 1 Набираю ложку Жидкости И переношу ее В банку 2 У-у-у-у-у У меня получается Какой-то результат Бдынц Жидкость стала малиного цвета Хм Прекрасно У нас есть Нужный нам результат Нам была нужна малиновая жидкость она у нас получилась но представьте себе ситуацию в которой закралась опечатка произошла мутация и вместо цифры 2 перенести в банку 2 у нас появилась например цифра 3 посмотрим что у нас из этого может получиться ложка банка 1 но теперь у нас банка 3 ничего не происходит так может быть и в организме что-то у вас сломалось и когда у вас должно было что-то произойти появится малиновый цвет или синтезироваться определенный белок он не получился и тогда вся деятельность клетки может нарушиться а может получиться и еще по-другому например вместо цифры 2 у нас закралась не цифра 3 а цифра 4 попробуем берем опять банку 1 добавляем в банку 4 и ждем некоторое время иногда время от мутации до появления какого-то эффекта может занимать довольно долго иногда проходят годы до появления в нашем случае мы не можем ждать годы у нас эффект происходит через несколько секунд но этот эффект совсем не тот который нам бы хотелось получить в начале то есть вместо малинового раствора у нас получается какой-то пожар просто который теперь надо как-то залить надеюсь на таком примере достаточно понятно что мутации внутри днк могут приводить к непредвиденным для клетки результатам очень часто результатом такой мутации может быть неконтролируемое деление клетки например когда клетка начинает делиться и все делится делится и не останавливается тогда может возникнуть рак очень неприятная болезнь которую человек пока лечить не очень хорошо умеет точнее почти не умеет если быть честным я надеюсь что этот мой эксперимент поможет вам запомнить как работает днк действие действие 1 действие 2 действие 3 и что может произойти внутри клетки если к вам в днк или не к вам а к какому-то организму закралась мутация на этом с вами я на сегодня прощаюсь до следующего раза увидимся пока пока